всем привет радио затык собрали материал относительно имущества на страна вечно назарбаева то есть его семейки за рубежом и это на более сумму 700 миллионов долларов лучших местах мира это недвижимость разная начиная от больших вилл заканчивая земельных участков неужели нашей стране для того чтобы стать таким супер богатым обязательно нужно быть членом семьи назарбаевых ну и вот радио алатык сайт они публиковали материал относительно недвижимости назарбаевых за рубежом что мы так жили как это говорят да богато и не нуждались ни в чем да давайте вот здесь почитаем на последние два десятилетия члены семьи назарбаева приобрели шикарные дома за сотни миллионов долларов европе и соединенных штатах став собственниками элитной недвижимости на роскошных побережьях озер и среди небоскребов манхэттена ну и далее как здесь пишется новом расследовании азотека собрано наиболее полные на сегодняшний день информация по объектам обширной сети недвижимости связаны с родственниками назарбаева вот такие дела все эти приобретения стали возможным благодаря огромным капиталом членов семьи которые они сформировали владея активами в энергетическом банковском и других секторах экономики нефтедобывающей страны и занимая государственные должности тут уже более подробно азотека установил недвижимость стоимостью не менее 785 миллионов долларов в шести странах которые в течение 20-летнего периода приобрели члены семьи назарбаева и родственники их супругов покровительство назарбаева широко рассматривается как фактор имеющие решающее значение для накопления богатства его родственниками неоднократно утверждающими что они ведут успешный бизнес которому семейные отношения и политические связи как бы не имеют отношения эти посмотрим имущество смотрите вот это огромные деньги все это народные считаю это деньги нашего государства газ нефти наши ископаемые вот они его что сказать трансформировались не в человеческий капитал не в экономику не в социалку не в жилье которое должно выйти строится для остальных уязвимых слоев а вот смотрите какие поместье 34 миллиона долларов стоимостью вот этого вот да у меня просто разум можно сказать протестует вот 72 миллиона долларов это ведь разные страны в разных странах все это недвижимость находится мой разум просто отказывается понимать все это нету предела возмущения вот еще смотрите 34 миллион долларов здесь видимо вот флорида видимо там загорают они вот 20 миллионов долларов сша не и джерси смотрите целый замок это же нью-йорк здесь видимо где-то вот еще да уж 20 миллионов долларов вот еще 1 и 4 миллиона долларов сша тут вообще целые замки как грибы стоят куда им столько куда им столько вот это я не пойму они что собою в мою уши собирается это все вытащить вот сколько же комнат там а елки-малки вот великобритания 92 миллиона долларов это не то место где говорили что шерлок холмс квартира но не знаю но не она не могу утверждать вот вот а вы говорите у нас в казахстане люди бедные живут и вот я спрашиваю народа после этого как вы будете голосовать за партию на ротан едино избирательные участки и голосовать ведь лидером этой партии является нашла на вещь назарбаев и вот только что на обозрение я вам показал его имущество то есть имущество не только его на его семейке каким образом они это все приобрели но не за горами когда времена поменяются все это придется ворачивать и естественно все это должно быть распродано вся выручка должна уйти в бюджет государства казахстана для того чтобы действительно они пошли на благо народа малоимущим на то чтобы образование медицина у нас нормально работала ну и в виде инвестиций в экономику вот это реально это то что реально в ближайшее будущее ну а в принципе если партия на ротан конечно выиграет эти выборы в чем я очень сильно сомневаюсь они могут выиграть только в том случае если будут массы фальсификации это мое мнение вот и тогда тогда они это все все это будет сохранено и на пять лет мы будем еще еще деградировать дальше и дальше наш казахстан экономика наша социалка наша страна государства что будет через пять лет я уже даже боюсь заглядывать туда вот так что когда вы пойдете голосовать и будете поднимать свою ручку там галочку напротив партии на ротан делать и вы посмотрите вы подумайте вы подумайте сердцем вот да нажим будет ну у нас же тайное голосование голосуйте сердцем не надо голосовать за партию на ротан не надо нам всего этого надоело уже натерпелись мы всего этого нам нужна демократия нам нужна справедливая страна нам нужны независимые суды нам нужна конкуренция в экономике в политике для того чтобы наша страна наконец стала нормально развиваться ну и самое главное вишенька на всем этом это человек его права и свободы это его социальное положение чтобы у него была работа хорошая зарплата чтобы его дети учились в нормальных школах где нормальное образование чтобы была медицина и у каждого человека была гарантия что он получит качественную медицину ну а самое главное чтобы у нас у всех был завтрашний день и мы верили в этот завтрашний день вот об этом так что что думаете по всему тому что я здесь вам показал спасибо радио за тыкс что они вот такое расследование проявили конечно информация достаточно обширная вот оставляйте свои комментарии под видео будет интересно подискутировать на данную тему ну а кому ролик понравился ставьте лайк и подписывайтесь на канал всем пока спасибо субтитры и субтитры